Девушки отдыхают Патюреево делится на несколько частей или, как называют их местные жители, на несколько концов. Вот это конец Подгорошный, потому что идет под гору, а это конец Кепошный, раньше там шили кепки. Это Широшный, точно неизвестно, но скорее всего, что дорога в этом месте была широкой. А вот про этот конец деревни местные умалчивают, говорят, название не совсем благозвучное. Боевая да задорная, после такой песни и подраться могли, слышно сразу, играет местный, потеряевский. А вообще раньше не видя гармониста, только по первым нотам угадывали, из какой музыкант деревни, манера у всех разная была. Николай Александрович, как раньше жилось, рассказывать любит. Вспомнить хотя бы развеселую ярмарку, Ивановскую, сразу после нее синокос начинался. А я тебе в этот читачок дал мне, дедушка пошел, на, Колька, вот, купишь что-нибудь. Так вот, красиво, а длинно. И теперь-то тоже стали делать. Конфетина, так домой принес показатель, что вкусные, раньше сладшие были конфеты. Ярмарка эта проходила рядом с монастырем, в судьбищах, что через реку. Почему крам оказался так далеко от людей, почти в лесу неизвестно. Потеряевцы рассказывают лишь то, что зимой к святыне ходили пешком, по льду, летом на плоту плавали. Плод однажды, говорят, перевернулся, но все обошлось, никто не погиб. У Марии Захаровны Громовой были иконы вот из этой церкви, которая закрылась, Иоанна Притической церкви. Потому что тогда разоряли ее, иконы жгли, и вот у нее маленький домик был из этой, из баньки такой, и от пола до потолка были иконы. И там собирались люди верующие. А Ульяна Захаровна, она настолько была верующей, что ей пришлось отсидеть в тюрьме шесть лет. Конечно, очень было тяжело. Я когда приехала, она вернулась из тюрьмы. Когда я вышла замуж, мы с ней очень много общались, но она жила с нами. Даже, хотя я была учительницей, мы тихонечко Пасху праздновали. На Старославянском читали книги. Недозрелую да калинушку, ой, да ее нельзя да заломать, ее нельзя заломать, ой, недорослую красную девицу, ой, да ее нельзя замуж взять. Этой песней Галину Хорошайло мама научила. Такую грустную да протяжную в этих краях на свадьбах пели. Невеста должна была плакать и тосковать, или не видать счастливой семейной жизни. Хочешь, не плачешь? Ну я спрашиваю, я говорю, мама, ну как это плакала? Ты замуж выходишь, и ты плакала? Ты-то, говорю, плакала? Ну некоторые плакали, которые замуж выходили не по своей воле, были сосватаны уже, выгодно как-то. Я говорю, ты-то плакала? Ну нет, я не плакала. Я говорю, а ты чего делала? А я вот руки, пальцы, слюнями выпущу, да глаза мазала, чтобы вид был, что якобы она плачет. Я говорю, ну ты схитрила, тогда ты на этой на свадьбе. Историей на каждом шагу. Вот этот дом перекатывал Иван Иванович Костыгов. Лет 60, как нет его, а память о нем жива. Мастер на все руки. Мог бревен 15 метров на 200 перетащить. У нас дом перевозил, он по картотням. Моего мужа, Красакова Александра Михайловича. У дядюшки купили дом, свой худенький был дом. Вот он на бревнышках перекатывал дом. Мастер был очень. Ну, ешьте. Андрей Федоров, который владел землями по реке Судебке и полями по реке Шексне, отдал эти земли в дар Кирилло-Белозирскому монастырю на помин своей души, на помин жены своей и своих детей. И с тех пор вот на этих землях стали строиться деревни. Потеряево. Это от имени собственного. Потеряй, погоняй. По легенде, одним из основателей этого поселения был Потеряй. И село стало называться Потеряево. Хотя есть еще одна версия. Она считается как бы, ну, из дословного перевода и понимания этого слова. Потерянный мир, затерянное место, отдаленное место. Сейчас мы отправляемся в Чаромское. Интересно, чем нас очарует это село? Чудо природы. По-другому не назовешь. Гладкий, с подушкой в изголовье. Внизу ступенька, как будто специально вырублена. Похож он на кровать. Наверное, поэтому местные прозвали его каменные палати. Говорят, летом этот камень такой теплый, как русская печка. Положишь руки под голову, смотришь на небо и пени жаворонков слушаешь. Сказать, что этот камень большой, это ничего не сказать. Камень огромный. Экран, конечно, не может передать всех размеров. Поэтому с собой я взяла рулетку. Если померить, получается, что в длину он больше трех метров. Ну, а в ширину чуть поменьше. Раньше этот камень на поле лежал. Сейчас чуть в стороне. Тремя тракторами его убирали. Да что там раньше. И сейчас каждый житель ближних деревень знает, что место, где он находился, так же и названо. Пойдут, например, огребать сено. Говорят, пойдем на каменные палати. В народе считалось, смотреть в их сторону нельзя. Уведет нечистая сила. А голову-то повернуть хотелось. Вера Васильевна в детстве камня того тоже боялась. Чтобы идти туда, не боялись. Так всю деревню почти вот. Все собирались. Ребята делали факелы такие вот. Угурушечки, ты подходишь. И там вот справа было от нас. На поле тут откро. Вот все время как свеча стояла. Все, вот свеча стоит и все, горит свеча. И мы все это думали, что чего, до чего. И нам говорили, что там чудица. По-другому поверью, будто бы под камнем зарыт клад. Сторож местной Чарамской церкви говорил, что к нему ведет подземный ход из храма. Но сколько лет прошло, а никакого клада и никакого туннеля так никто и не видел. Рядом с каменными палатами есть лес, в который местные жители ходить по баре. Говорят, там водит леший и легко можно заблудиться. А еще там видятся какие-то странные и очень необычные вещи. Потом они оказываются обычным стогом сена или кустами. Обычно все это происходит ночью, а сейчас день и, по-моему, все хорошо. На всю округу славилась Чарамская хлебом. Пекарня была вот здесь, на месте этого дома. Вспоминая сторожилы, запах ржаного хлеба на всю округу раздавался. Рабочий день на пекарне начинался в 8 утра. Заканчивался, когда вся работа была сделана. Воду для теста брали из колодца, который был рядом. А хлебом 9 деревень обеспечивали. У Натальи Ефремовой даже формочки сохранились. Их называют тройняшки. Так вот они сначала тесто берут, да, кладут на эту, на весы вешают. Сколько? Ну, припек давали разный. Или 50% припека сформуют весь. И моментально, моментально хлеб поднимается. Вот говорят, как на дрожжах. И действительно, вот даже в виду поднимается хлеб. Поднялся хлеб, а там печи ступилась. Альбине Иосифовне про родную деревню дед рассказывал. Он конюхом был. Вот пойдут лошадей привязывать, и истории интересные начинаются. Ямки такие вот, все вот, как форма пруда была ямка. Потом колодец, вот видно. Потом с горочки. Я дедушку спрашиваю, дедушка, а что это так было? А дедушка мне говорит, вот чего было, знай. Через нас прошли, вот, польско-литовские, вся округа здесь была занята ими. И они вот потом все сожгли поселение. И после того, как их изгнали, вот обосновалась эта деревня. Одно из самых интересных мест в Чарамской округе – это каменные палаты. Это все остатки оледенения, которое проходило через наш край много миллионов лет назад. Ну а само название Чарамское, оно восходит от древних финно-угорских языков, балтийских языков, и означает, как место, покрытое мхом, оледеневшее, покрывшееся коркой место, наст, снега, который является вот коркой, когда подмерзает. Историю не нужно искать далеко. Родственники и знакомые могут рассказать столько всего интересного, что продолжаешь и продолжаешь этому удивляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова